Здравствуйте! Сегодня в студии Город Плюс Максим Иконников, эксперт в телекоме, коммерческий директор Макаре региона Северо-Запад Телли-2. Максим, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с банальных вопросов. Подведем такой короткий сток цифровизации за последние десятилетия. Не знаю, с 9-го года посчитаем, с 8-го года. Понятно, что история, связанная с телеком, с мобильным потреблением, со всем остальным, по-моему, выросла в каких-то невероятных масштабах. И от совершенно маленьких скоростей, чуть ли не от вапы и всего остального, мы перешли к 4G. Как вы оцениваете прошедшее десятилетие? Десятилетие было действительно достаточно бурным. Если мы достаточно такой плавный, вальежный переход от второго к третьему поколению наблюдали за первое десятилетие, за начало 2000-х годов, то, наверное, годы с 8-го, с 9-го по 19-й — это год достаточно бурного развития услуг на базе мобильного интернета. Это достаточно серьезный рост скоростей, достаточно серьезный рост ожиданий абонентов от скорости, качества. — Мы же понимаем теперь, если видео не грузит за три секунды, это уже нервы. — Совершенно верно. Поэтому в свое время четвертое поколение связи достаточно логично пришло на смену третьему поколению. Примерно с середины десятилетия мы видим достаточно широкие развертывания и внедрение технологии 4G. На сегодняшний день технология покрывает, фактически, наверное, все регионы страны, все уголки страны. — Ну, хотелось бы, конечно, чтобы она была более плотной. Понятно, что это зависит от базовых станций, от инвестиций, во все это дело. Но тем не менее, да, я с вами соглашусь, почти везде он есть. — Ну, в первую очередь, это зависит, наверное, от растущего ожидания, от растущего спроса. Это зависит от абонента, потому что абонент не сидит на месте, абонент передвигается. И, наверное, на сегодняшний день уровень развития технологий таков, что уже технология идет за клиентом, а не клиент бегает в поиске, где бы ему получить доступ к той услуге, которая ему необходима на сегодня. — То есть предложение больше, чем клиентов? — Совершенно верно. Операторы сегодня настолько технологически качественно выстраивают свои сети, понимают, где строить, с какой частотой застройки, с какой плотностью, какие скорости, какие параметры качества нужны, что я думаю, что даже самый взыскательный абонент получает то качество, которое ему необходимо. — Есть ли надежда, что следующее поколение решит ситуацию, связанную, к примеру, с перегрузкой на массовых мероприятиях? Или это нам все равно еще как бы до этого жить и жить? Понятно, что, к счастью, теперь в Новый год сеть уже не падает. Худо-бедно что-то можно и позвонить, и посмотреть на все-таки, там, не знаю, футбол, алые паруса, еще что-то. — Вы очень правильные два постулата употребили. Это сеть и требования абонента. Я бы, наверное, все-таки с требований начал. Потому что необходимость внедрения любой новой технологии, оно так или иначе зависит от необходимости ее для массового потребителя. Если на сегодняшний день нет таких широких массовых применений нового стандарта или нового уровня качества технологии, которые операторы, возможно, хотели бы и уже способны строить, то оно, собственно, строиться и не будет. Поэтому, естественно, следующее поколение связи, оно вот-вот уже совсем не за горами. Но это абсолютно точно не панацея, пока спроса на это у абонента нет. На сегодняшний день, насколько я могу судить, качества, скоростей, задержки на технологии 4G вполне себе достаточно. Поэтому, наверное, все мы ждем появления таких кейсов или таких придумок, применения новых требований к качеству, которые операторы способны реализовать. Ну, тут профессиональная боль, связанная с участием, к примеру, нашей передвижной телевизионной станции в массовых мероприятиях. Мы понимаем, что если это дворцовая площадь, если на ней хотя бы 30 или 40 тысяч человек, собственно говоря, через мобильные данные отправлять прямой эфир невозможно. Все сразу же падает, скорость резко снижается. Поэтому хотелось бы, чтобы резко произошел этот промежуток, не знаю, до 8, до 9G, когда из серии массовое скопление населения, хотя бы в курчевых точках города или каких-то регионах, не будет сказываться в целом на общее падение. Абсолютно разделяю вашу боль. Мы тоже это прекрасно видим. Те самые алые проса, которые не так давно еще свежи в памяти. Если мне память не изменяет, то это порядка 2 миллионов туристов за эти несколько дней, которые побывали в Санкт-Петербурге, которые, если не положили сеть, то забили ее настолько, что действительно скорости наблюдались достаточно низкие. Причем это было актуально для всех операторов. В стандартном режиме функционирующая сеть вполне себе достаточно. Ну понятно, что приходится достраивать, вывозить мобильные базовые станции, но все равно это не решение, по-моему. Совершенно верно, потому что такое количество абонентов обслужить в пиковый момент времени, это действительно дорогого стоит, это достаточно тяжело. И вполне себе возможно, что следующие поколения связи, которые, как мы знаем, несмотря на действия на более высоких диапазонах частот, они все-таки будут действовать на более широких каналах, частотных каналах, что позволит, ну, достаточно серьезно расширить емкость, сетевую емкость и скорость. Мы с вами много говорим про следующее поколение, как в свое время очень много вкладывали в ожидание 3G, 4G. Чего ждать от 5G, когда есть надежда о том, что он появится не в тестовом варианте, а в достаточно массовом употреблении? Понятно, что все прогнозы услуги. Чего ждать? Ждать однозначно увеличения скоростей, как пиковых скоростей, так и скоростей на абонентах в среднем. Опять же, благодаря тому, что более широкие диапазоны сейчас на обсуждении находятся, более широкие, я имею в виду ширины диапазонов, да. Да, это более высокие частотные спектры, нежели чем в третьем и четвертом поколении связи. То, что сейчас обсуждается, это частоты на уровне 5-6 ГГц, это частоты миллиметрового диапазона до 30 ГГц. То есть это достаточно высоко для того, чтобы уже понимать, что зоны действия базовых станций будут уже, но поскольку ширины каналов достаточно серьезно и более емкие, нежели чем в третьем и четвертом поколении, тут надо говорить о том, что скорости станут даже не в разы, а, возможно, в десятки раз выше, чем на сегодняшний день даже в четвертом поколении связи. Поэтому основным драйвером, с моей точки зрения, будет являться наличие тех услуг, того самого требования по качеству, которые абонент предъявляет, ну, как необходимого щелчка для необходимости развития технологий. Я тут, наверное, уйду немножко в сторону. Очень много же было на старте появления мобильной связи, фобий, связанных с излучением. Стоит ли выносить шапочку при пятом поколении из фольги? — Я думаю, что настолько колоссальное количество устройств с наличием радиосигнала, с наличием того или иного типа спектра электромагнитного излучения вокруг нас существует. Мы живем в мегаполисах, где это, по сути, неотрывная, неотъемлемая часть нашей жизни, что бояться излучения сотовой связи уж точно не стоит. — Ну, будем надеяться и верить в это, что там пятая-шестая нога не отрастет, хотя иногда это не повредило бы. Давайте вернемся опять к пятому поколению. Какие услуги и сервисы могут простимулировать появление этих частот, этой технологии? — Ну, если отталкиваться от тех плюсов, которые новая технология приносит, а это в первую очередь скорость и задержка, то, наверное, есть смысл говорить о таких серьезных уже развитиях в сторону виртуальных услуг. Это модные на сегодняшний день услуги виртуальной реальности. Лично мне очень нравятся кейсы на основе виртуальной реальности или дополненной реальности, а иногда и на стыке виртуальной и дополненной реальности. — Это такие-таки вещи, как путешествия, виртуальные путешествия с эффектом присутствия на стадионе, если ты находишься в центре Петербурга у себя дома, а тебе хочется посмотреть «Реал Барселону». Эффект присутствия на «Нолкамп» — это классная вещь, абсолютно точно. Делается это исключительно поверх возможности «Адванс-реалити» и по-другому никак. Либо ты смотришь статичную картинку на телевизоре. — Нет ли тогда в этом случае проблемы, что мы окажемся, как у Лукьяненко описано, вот в диптауне, когда каждый сидит у себя на самом деле физически в норе, но виртуально живет постоянно только виртуальной реальности? Или в ближайшие лет 20-30 нам это не грозит? — Ну, мы же люди, так или иначе, у человека, кроме поесть, попить и поспать, есть необходимое, обязательное требование к эмоциям, к человеческому общению. Я надеюсь, что оно все еще будет происходить офлайн еще много-много лет. — Но мы видим, что, к сожалению, новое поколение, более юные наши последователи, с коммуникацией у них есть сложности уже сейчас. — Я бы не назвал это сложностями. Я бы, наверное, сказал так, что ритм их жизни и ожидания от ритма жизни и их самих, и их окружения, фактически диктуют появление все более и более новых наклонностей в сторону онлайн. Но эмпатия, человеческие эмоции, размышления, мышление как таковое, я думаю, никогда в жизни робот не заменит. — Можно ли сказать тогда, что пятое поколение будет, в первую очередь, ориентировано на поколение Z? — Или эта технология нужна, по сути, всем? — Я не думаю, что здесь нужно ставить какие-то ограничения или барьеры. Если мы говорим о массовом развертывании, если мы говорим о всестороннем покрытии новой технологии такой территории, как территория Российской Федерации, а это крайне нелегко для операторов связи, у нас не Китай, а сплотность населения. — Мы понимаем, и плотность не та, и в Сибири до сих пор есть места, где можно на 100 километров ходить и ничего не ловить. — Совершенно верно. Поэтому, если говорить о драйверах развития технологий, все-таки это массовый рынок. Это должна быть массовая услуга, массово применимая, массово используемая. Если на сегодняшний день мы видим только какие-то бизнес-применения или интернет-вещей применения, говорить о массовом развертывании будет достаточно сложно. То есть это будут кустовые вещи, построенные применительно корпоративному клиенту или корпоративным клиентам. Такие, скорее, очаговые застройки. Мы все-таки говорим о массовом рынке. Я думаю, что именно массовый рынок технологии 5G очень скоро увидит, разглядит и получит. — Очень много сейчас говорят о том, что вы говорили про экономику вещей, про диджитализацию экономики. Мы видим большой запрос, опять же, исходя как из профильных конференций, так и вообще из общения в сообществе о строительстве, необходимости строительства новых технологий в рамках диджитал-города. Как вы видите здесь, телеком, и какое вы место? — Я пока не вижу, чтобы наши города, даже наши мегаполисы, можно было бы на сегодняшний день назвать цифровыми городами или умными городами. Я вижу, что так или иначе, та или иная услуга начинает использоваться. Это удаленный контроль светофорного движения, это анализ передвижения майковых миграций населения по улицам города и строительства инфраструктуры, транспортной, дорожной инфраструктуры, уже подчиненная таким канонам того, что нужно человеку. Но говорить о массовом каком-то использовании идеологии цифровой город или умный город пока еще, мне кажется, преждевременно. — Это должно происходить тогда, получается, от строительства умных домов повышаться наверх, да, или все-таки это параллельные продукты? — Продукты, с одной стороны, параллельные, с другой, мне кажется, что массовый запрос начнется тогда, когда люди это попробуют у себя локально. Вот я, например, с удовольствием для себя потихонечку создаю экосистему у себя дома, создаю экосистему умного дома. Как только мне нравится умный дом, я начинаю думать об умном подъезде. Нравится умный подъезд, улица, дальше город. — Недавно как раз на конференции РИФ Варламов смеялся о том, что надо идти в умную избу, смотреть, как, собственно говоря, что происходит с коровами, пора ли их доить и так далее, и так далее. Отсюда возникает вопрос, немножко тоже в проброс, а нет ли здесь прямой конкуренции между мобильными операторами и поставщиками телевизионного контента? Тот же Триколор, который пытается также заходить в историю с умным домом? — Если бы мы говорили об уже существующей услуге, об уже существующей инфраструктуре, наверное, да, была бы очень жесткая конкуренция. Это нормальный сам по себе рынок, нормальная рыночная экономика, которая обсчитывается, считается, кто-то побеждает, кто-то не совсем пока еще побеждает. На сегодняшний день, пока идеологию мы только создаем, пока мы только думаем и мечтаем о ней, пока мы частично уже видим, как это должно быть, как это будет, мне кажется, на сегодняшний день можно говорить только о партнерстве, пока еще конкуренция рановата. — Ну, то есть рынок не сформирован, да, то есть хочется верить о том, что вот про умный подъезд, как вы метко заметили, что рано или поздно все-таки мы придем к этому, но, грубо говоря, да, кто-то поставил камеру, которая только работает на свою лестничную площадку, кто-то пытается управлять своими входными дверями, но вот грустно, что технология не настолько развита в нашем сообществе сейчас. — Технология-то как раз развита, потому что если говорить об инфраструктуре, то инфраструктура давно уже создана. Инфраструктура создана и мобильными операторами, я все-таки надеюсь, что мобильные операторы в данном случае будут играть, наверное, первую роль, ну, хотя бы из-за повсеместного покрытия, конечно. Фиксированным операторам в данном случае будет немножко сложнее, хотя вход для фиксированного оператора в дом гораздо более точечный. А вот если говорить о закрытии улицы или города, ну, конечно, здесь, наверное, опорной будет являться мобильная сеть с точки зрения доступа. Поэтому, наверное, ключевые игроки рынка, они абсолютно точно видны, но то, что это партнерство, на сегодняшний день бурление такого идеологического, это точно. — Много говорят за последние десятилетия, а, в первую очередь, для удаленных регионов, о необходимости внедрения телемедицины. Мне кажется, что, может быть, за последний год хайп на этом фоне немножко схлынул. Актуально ли это? Появляется ли возможность каких-то прикладных моментов в вашем понимании? Или это пока все стагнирует? — Телемедицина — штука не новая. Такой кейс или такое применение, ну, я лично, к сожалению, наверное, или к счастью, я с ним столкнулся несколько лет назад и, в принципе, был достаточно приятно удивлен тому, насколько эта идея вообще отработана, насколько появляются такие прикладные достаточно использования, удаленные консультации. Пока об удаленном лечении сложно было, да и сегодня сложно пока еще говорить, но вот с точки зрения удаленной консультации, совета, какого-то направления на лечение и так далее, это все уже несколько лет как работает. Мне лично очень нравится этот кейс. Для такой территории, как наша страна, я думаю, что это будет очень популярно, очень востребовано. — Если говорить про лечение, уже надо сращивать, видимо, телемедицину с гаджетами, с вшитыми чипами в человека и все остальное для того, чтобы получать статистику непосредственно врачом? — Ну, вот это, наверное, сложный момент, очень сложный момент, потому что в глубинку мало того, что инфраструктура должна доехать, туда должна еще и идея к людям прийти, что без гаджетов, без доверия к умным устройствам, к умным приборам, наверное, двигаться дальше в таких кейсах, как телемедицина, будет сложно. — В разговоре про умное будущее много говорят про необходимость, с одной стороны, делиться большими данными бигдата, и с другой стороны, говорят о необходимости соблюдения конфиденциальности и все-таки выстраивания какого-то личного пространства. Понятно, что со стороны интернета появляются разные истории, которые кто-то парсит сообщество, кто-то, наоборот, пытается закрыть себя, анонимизировать. Как вы видите развитие этого сегмента в обозримом будущем? — Это развитие уже сложно мечтать на обозримое будущее. Это уже есть, это есть уже сегодня. Более того, началось это уже вчера. Здесь я бы разбивал, наверное, направление работы с такими системами, как бигдата, на два. Ну, во-первых, надо сказать, что операторы бигдаты занимаются достаточно давно, и, в частности, наши компании бигдату используют для анализа профилей абонентского поведения, клиентского поведения практически по четырем сотням признаков. То есть это огромное количество данных. — Понятно, это и маркетинг, и выстраивание необходимости развития сетей в разных регионах. Понятно, я догадываюсь, что там бесконечный объем информации можно получить. — А дальше вопрос практического применения. То есть если мы работаем с банковским сектором и используем кейс скоринга, когда клиент приходит в банк, подает заявление на кредит, на получение кредита потребительского элементарного, и банк по разным-разным признакам, факторам клиента оценивает. — То есть не только профиль в социальных сетях, его поведение, не только, так сказать, кредитную историю, но и поведение мобильное уже учитывается? — Конечно, здесь не то, что поведение мобильное, здесь скорее обязательность человека. Здесь платежеспособность, обязательность, непропуск определенных обязательных платежей, вплоть до внесения абонентской платы. И такие вещи, они как банку полезны, это дополнительное стороннее мнение для оценки платежеспособности клиента. — Аккуратный аудит. — Конечно, так и для клиента, потому что, ну, как показывает практика статистически, наши абоненты гораздо быстрее получают одобрение кредита и гораздо больший процент положительного одобрения. — Я просто как смазовый продукт к своему студию не так много слышал про эту историю. Насколько он вообще внедрен сейчас? — Скоринг — это штука, которая давным-давно уже внедрена. Скоринг, по большому счету, это оценка. Оценка производится всесторонне. Здесь данные от мобильного оператора используются как полезное, абсолютно необязательное, но полезное дополнение. — Наверное, заканчивая наш с вами разговор, хочется спросить еще про одно направление в рынке. Мы видим про сращивание сервисов, операторов, услуг и всего остального. Яркий пример у Сбербанка, который, с одной стороны, вроде как зашел в телеком, с другой стороны, ходят слухи о том, что он сейчас собирается еще в каршеринг заходить, в умные дома и так далее. Яндекс, понятно, что сейчас везде уже. Я удивлен, что у нас нет еще мобильного оператора Яндекса в прямую. Как вы видите взаимоотношения сервисов, телеком и вообще вот этой экосистемы в обозримом будущем? — Очень хорошо вижу. Во-первых, это неизбежность. Это обязательное, неизбежное. Да и уже на сегодняшний день можно оценивать как случившийся факт. Когда финансовые операторы, такие как банки, когда какие-то умные инновационные компании, такие как Яндекс, заходят в сторонние, казалось бы, бизнесы, но бизнесы, которые расположены рядышком с их секторами. — Ну, то есть, с одной стороны, это диверсификация собственного пакета, с другой стороны, расширение услуг. — Совершенно верно. Если у тебя есть огромная база клиентская с точки зрения пластика, банковских карт, почему эту клиентскую базу не использовать для, почему этот контакт не использовать для возможности предоставления и сторонней услуги, в частности, как телеком? Поэтому Теледва вот этот тренд увидела, уловила достаточно давно. Вы поняли, что с этим бесполезно бороться, это неизбежно случится, поэтому... — Проще возглавить. — Это проще возглавить. Отсюда и платформа для создания операторов МВНО, которых на сетях Теледва сейчас очень много. — Не собирается ли сам Теледва заходить на сторонние истории? Или вас достаточно пока устраивает истории с необходимостью развития телекома 5G? — Мне кажется, компания, во-первых, достаточно органично развивается. Это во-первых. Во-вторых, тот рост, который мы видим у компании Теледва за последние годы, говорит о том, что профильное направление наше, его еще развивать и развивать. Поэтому, естественно, на сторонние направления мы смотрим, на сторонние рынки мы смотрим, но мне кажется, что в профиле нам еще есть что доказать еще что-то. — Развитие абонентской базы, там уже, наверное, лет 5 или 7 все говорят о том, что рынок исчерпан, брать некого, только перекупать, других, собственно говоря, клиентов, как здесь быть. — Рынок мало того, что исчерпан, рынок на сегодняшний день перенасыщен. Говорить о проникновении сотовой связи там от 170 до 200 процентов в нашей стране стало уже нормой. — То есть, когда по три по четыре симки у человека, рабочая, домашняя, что-то в гаджете стоит. — Совершенно верно. Но тут, если смотреть на развитие телекома, в принципе, то нельзя забывать о таком растущем сегменте, как машин-то-машин, как интернет-вещей. Потому что, в принципе, по прогнозам, к 2023 году в мире будет порядка 4 миллиардов умных подключений. Потому что нашими абонентами уже очень часто становятся даже не люди, а роботы, машины, техники. — Мы понимаем, что сюда же падает история с проблемой с IP-адресами, которая недавно начала всплывать о том, что эту историю надо расширять протокольную. И я думаю, да, здесь я с вами соглашусь, что именно идти в историю машинизации и общения машин между собой, да, телекома, наверное, самая прямая дорога. — Конечно, конечно. Никоим образом нельзя игнорировать такие растущие тренды. Такой необходимый, такой обязательный запрос со стороны абонентских устройств. Жизнь человека становится все умнее и умнее. Потребность в коммуникации, в передаче информации становится все больше и больше. Мне кажется, на сегодняшний день уже чайников мало продается без возможности интегрировать туда сим-карту. У меня с десяток сим-карт, и все они используются. — Главное, если не потеряться. — Да, это уже нормально. — Максим, спасибо за разговор. Понятно, что мы с вами, к счастью, про вот это вот будущее, диджитальное будущее. Я чувствую, разговаривать можем до бесконечности. Я буду рад с вами продолжить с вами общение в следующий раз. Ну и будем рады видеть вас вновь. — Спасибо. — Сегодня в студии «Город Плюс» был Максим Иконников, эксперт в телекоме, коммерческий директор «Макаре-региона», «Северо-запад», «Теле-2». Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!